Праздник весны, тепла и фольклора состоялся в Ленёвском Доме культуры в воскресенье 11 апреля. Участие в нём приняли детский фольклорный ансамбль «Перепёлочка», молодёжный фольклорный ансамбль «Младость». В гости позвали и ребят из детской театральной студии «Визит», а также из вокальной группы «Мелодия». Сегодня у нас праздник, посвящённый жаворонкам. Мы встречаем весну, поём заклички, веселимся, празднуем. Такие праздники объединяют, то есть выйти, повеселиться, вместе провести время, заклички также учим, развлекаем народ, сами прекрасно проводим время. Зиму замыкать, зиму замыкать, зима на пазочку, зима на пазочку. Вороки, вороны, зиму зимовали, воду не пускали, прилетели птички, прорубь продолбили, воду пустили. Встретившись во дворе, поприветствовав друг друга и пропев заклички, ребята поселили на деревьях и на снегу заранее сделанных бумажных птиц. Пусть привлекают настоящих. Какая же весна без заливистого пения пернатых. В старину было поверье, что с этого дня сорока начинает строить себе гнездо и кладёт в него сорок палочек. На сороке день с ночью равняется, и наступает день весеннего равноденствия. И, конечно же, наступает долгожданная наша весна. На празднике современных ребят знакомились с традициями давно минувших лет. Одна из весенних – праздник сороки. Этот день в народе любили, особенно детвора. Переди у птички шильца, позади у птички вельца. Сама птичка мала, а за морем была. Не знаете, что это за птица? Ну-ка подумайте хорошенько. Ласточка, правильно, абсолютно верно. Громко говорите. Громче, ребята. В рису ночном горит птица. Она назвать себя боится. Ку-ку, ку-ку. Не спит, а пушка, а птицу звать. Ку-ку-ку. Мы построим вдвоём для гостей весенний дом. А вернее сказать дворец. Прилетай сюда. Дворец. Большой птице большое гнездо нужно. На одних крыльях всю жизнь не пролетишь. Видно птицу по полёту. Каждая птица своей стая хороша. Каждая птица своим пером красуется. Голодная курица просто снится. Дай курицу глядку, а ей до рода мало. Вот так. Красная птица пером, а человек умом. А ещё в народе рассказывались сказки, в которых главными героями тоже были птицы. И сейчас мы с вами послушаем сказку «Сорока и ворона». Сорока на берёзе, а ворона на сосне. Сорока и говорит, ворона, ворона, пойдём-ка мне чай пить. Ворона со всем удовольствием придут, чай попьют и улетят. Вот и на второй раз позвала Сорока-ворону, и на третий раз. А Сорока-ворону не приглашает. Сороге обидно стало. Полечу, всем расскажу, какая ворона нехорошая. Летить смотрит, волк бежит. Волк, а ты ничего про ворона не знаешь? Она нехорошая, ко мне ходила чай пить, а меня к себе не приглашала. Летить она дальше. Идёт Миша-медведь. Она ей говорит, ты про ворона ничего не знаешь? Нет, она нехорошая, ко мне ходила чай пить, а меня к себе не приглашала. Летить она дальше. Идёт бежит кума-лиса. Она ей говорит, ты про ворона ничего не знаешь? Нет, она нехорошая, ко мне ходила чай пить, а меня к себе не приглашала. Ага, тут она и догадалась. А ты ко мне пойдешь чай пить? Пойду. Лиса бежит, сорока летит. А ты где живешь? Вот тут, под кустом. Слетай сюда. Лиса ей говорит, сейчас она спустится, я ее съем. А сорока села на самую макушку и говорит, Ох, хитрая ты, лиса, а я хитрее. Я теперь еще не буду дружить. Ни с тобой, ни с вороной. Птицам действительно посвящали множество рассказов и сказок, пословиц и поговорок, песен и стихов. А собираясь вместе, не только делились своими историями, но еще и танцевали. Весной душа поет, а ноги сами идут в пляс. А пора, да пора, больше никакого, Само лучше играть, и глава моего. Ох, ох! Ох, ох! Да пора, да пора, а затем в Саратова, Чтобы я девчонечка запела и заплакала. Ох, ох! Ох, ох! Ох, ох! Ох, ох! Ох, ох! Ох, ох! Ох, ох, ох! Ох, ох! Вот такое наследие нашей культуры. Сложный, многообразный, интересный. А ведь это только крупиночка. Сколько еще традиций кануло в лету. И замечательно, что существуют еще коллективы, которые занимаются изучением наших истоков и передают эти знания молодым поколениям, чтобы помнили, уважали и ценили. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Песни и пляски присутствовали на любом празднике. Не забывали наши предки и об играх. Их было много, разных. В одни играли часто, в другие пореже. И у каждой свои правила и количество игроков. Но весело было всем без исключения. Раз, два, три. Растяпа-ты. 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 Скорее, скорее, скорее. Вот он, это сейчас, крыша, смотри. И вот крыша. Алиса, считай, громко. Считай, считай. Раз, два, три. Рощапоты! Приятным финалом мероприятия стало вручение юным почитателям фольклора, благодарности и подарков, после чего всех гостей праздника ждало чаепитие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова